Привет всем! Я спешила с работы, покушала маленько, перекусила, так сказать. Сейчас буду готовить. Буду готовить чай с квашеной капусты. Поставила уже варить свиные кости на суп, на бульон. А на второе спагетти. И голень купила порежу, и потушу так в соусе. Ой, в соусе, как в подливе, с подливом, чтобы было. Вот. Ещё мысль есть сделать винегрет, но я не знаю, как там будет дальше по времени. Вот. Захочу... Ну, вернее, нет. Успеть-то я, конечно, успею. Время-то ещё мало. Время-то будет у нас в соус. Вот. Ну, захочу-не захочу. Вот. Но мысль такая есть, что сделать винегрет. Поставила вариться кости на суп, на щи. Вот. Нет, такими объёмами, конечно, я не готовлю. Эта кастрюля слишком большая. Просто кости тоже большие, они мне не влазят в кастрюльки. Я их сварю, потом достану, бульон перелью. Всё равно буду разбирать кости на мясо. Вот. Пока поставила отваривать, в общем, кости на супчик. Делаю пережарку для супа. Морковь на тёрке, лук порезала, на сколочное масло. Потом добавлю вся сахар, буду всё пережаривать. У меня уже сварилось мясо. Сейчас я его буду разделывать. Маринка подостынет. А бульон перелила в кастрюльку поменьше. Таких количеств я суп не готовлю. Не очень свежи, конечно. Сухарик я уже готовлю к супу. Вторую партию поставила. Так, сейчас сюда я буду добавлять сахар маленько. Соли и томатную пасту немного. Так, соль. Сахар. Поперечай немножко. И томатную пасту еще добавлю. Все перемешиваем. Сейчас. Буду перебирать. Минутки две. Две-тве. Реберусь от меня. Сахар. 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 Продолжение следует... 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 Кусточки. Представьте, собака у нас их не ест. Своя свинина, я имею в виду, родители у меня держат скотину, не ест она их на плюху, то есть с самого детства, то, что я утворю для меня, суточки отдельно. Это мяско, все такое мягенькое, то есть сильно стараться не наживать. Вкусный ингредиент, поэтому выносим протяжку. Ну и что, ну и хорошо. Надо тоже подкармливать, тем более такие вот, тем более зимой, когда наступает уже холода, морозы, надо подкармливать. У нас сегодня на улице минус 15. Читала по новостям, читала в инстаграме с сегодняшнего дня, с четвергого, длины 20. Да, все, зима пришла. Хожу по магазину, захожу с продуктами, уже все везде усыпала новогодней атрибутикой. Чего только нет сейчас, а. Так классно вообще. Смотрю, глаза разбегаются, и охота все купить, прям вот все купить. Конечно, думаешь, ну куда это, в этом-то все вешать. Квартирная такая уже громадная, чтобы прям все, все, что, все купить, там вот гору всего и понавешать, везде. Ну, нарядишь ты елочку, нарядишь квартиру. И все. По окончанию праздника всех соберется, это все уберется в коробку на год. Ну, к магазину, конечно, ходишь, глаза разбегаются просто вразбег. Вообще, столько всякого интересного, такого прикольного, прям. Здорово так. Мне нравится уже это время, когда заходишь в магазин, и они уже такие, как новогодние, становятся. Такая атмосфера мне понравится. Ну, вот такой вот супчик получился. Чиз с квашеной капустой. Сейчас добавлю эту петрушку. Хмельцу нулю я уже добавила. Не снимала, просто забыла. Петрушку добавлю. Отключу. И все. Ну, убирать не буду, конечно, где-таки. Просто отключу его. И все, он будет сейчас стоять пока еще. Как раз дочери придут со школы и покушают супчик со сметанкой, с сухариками. А вечером уже второе. Очень вкусный такой, кисленький, прям. Ммм, вкусно. Тут у меня в духовке жарятся голени, замаринованные в соевом соусе, и в приправу чеснок сушеный. Два часа стояли. Скоро уже буду отключать, уже такие зажаристые прямые. И горошек и капусту я уже добавила. Если будет мало, потом добавлю капусту. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Так, картофель. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Лика, не носись. Она чуть не упала. Лика, не носись. 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 Лика, не носись.